Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу рассказать вам об уходе за летней малиной после сбора урожая. А еще у меня для вас отличная новость. Интернет-магазин Процветок раздает подарки. Выбирайте растения из ассортимента осень 2022. У нас широкий выбор редких и эксклюзивных растений. Поторопитесь сделать заказ, пока растения еще есть в ассортименте. Ссылочку на интернет-магазин вы найдете под видео в описании. А теперь о малине. В то время как ремонтантная малина активно цветет и завязывает ягоды, летняя малина уже закончила сезон плодоношения. И многие огородники, дачники забывают об уходе за этой малиной до самой поздней осени. А ведь малина это такая же культура, как и остальные, и она нуждается в уходе и заботе. Малину, так же как и другие растения, нужно обрабатывать от различных болезней, вредителей, подкармливать, чтобы получать хорошие урожаи. Очень часто малину обрезают только осенью, удаляют старые отвлодоносившие побеги. Однако к обрезке лучше приступить сразу же после окончания плодоношения. В первую очередь нужно удалить старые отвлодоносившие побеги. Тонкие побеги, сломанные побеги, а также побеги с признаками заболеваний и вредителей. Почему же нужно приступить к обрезке малины именно после плодоношения? Дело в том, что старые побеги отнимают у молодых побегов, побегов замещения, слишком много питания, а также служат источником распространения вредителей и болезней. Поэтому их так важно удалить сразу же и сжечь. Не забываем также осмотреть побеги на наличие вредителей, особенно малиной галицы. На побегах можно увидеть небольшие вздутия, обычно внизу побега. Именно в них и находится вредитель, личинки вредителя. Такие побеги обязательно нужно удалить, даже если это молодые побеги замещения. Их безжалостно удаляем и также убираем с участка. Также не забываем и про молодые побеги. Нужно оставить только самые сильные крепкие, слабые удаляем. На молодых побегах обязательно удаляем нижние листья на высоту примерно 40 см. Для чего это делается? Для того, чтобы не распространялись опасные заболевания, особенно такое заболевание, как дидимела или пурпуровая пятнистость. После того, как малиник обрезан, подготовлен, приступаем к обработке от болезней. Для обработки можно использовать различные медсодержащие препараты. Это такие препараты, как однопроцентная бордоская жидкость, абегопик, азофос, скор или хом. Обрабатываем весь малинник. Так как малина уже закончила плодоношение, можно применять различные системные препараты от вредителей. Не страшно, что они будут накапливаться в тканях растения, ведь ягоды мы уже не собираем, а к следующему году такие вещества уже нейтрализуются. Поэтому, в частности, от малинной галицы лучше всего использовать препарат Актора. Этим препаратом мы не будем обрабатывать растения по листу, а будем проливать под корень, чтобы препарат накопился в растениях, поступил в них через корневую систему, и в итоге этот вредитель будет погибать. Просто при обработке по листу малинная галица не погибнет. Такая обработка неэффективна. Поэтому будем проливать малину под корень. Готовим раствор довольно сильной концентрации. На 10 литров воды понадобится 8 грамм препарата Актора. На каждый квадратный метр примерно 5 литров раствора. Только в этом случае вредитель будет уничтожен. Завершающий этап работы на малиннике – это, конечно же, подкормка. Побеги замещения уже практически сформировались, и сейчас важно, чтобы они хорошо вызрели, подготовились к зиме. Значит, нужно внести калинофосфорное удобрение. Можно использовать различные минеральные удобрения, вносить 50-60 грамм калинофосфорных удобрений на квадратный метр, а можно использовать обычную золу либо зольный раствор. Если у вас площадь малинника достаточно большая, то, конечно же, зольный раствор либо раствор удобрений тяжело делать, разносить в ведрах и проливать. Можно вносить удобрения в сухом виде с заделкой в почву, либо использовать древесную золу. Я, в частности, использую золу. Вношу на квадратный метр примерно 1 стакан древесной золы и немножко заделываю в почву. Зола подходит практически для всех видов почв, но исключение – это щелочные почвы. Если вы внесете золу на щелочных почвах, земля еще больше станет щелочной и малина будет плохо развиваться. Поэтому учитывайте pH почвы при подкормке золой. Не забывайте об уходе за малиной после плодоношения, чтобы в следующем году она вас порадовала урожаем спелых и сладких ягод. Спасибо за внимание и до новых встреч!